Пульс дня на RTN в студии Артем Андросов. Добрый вечер. Давайте вместе подведем итоги этого четверга. Начинаем. Вице-президент США и кандидат на пост президента Камала Харрис дала интервью к телеканалу Fox News, в котором поспорила с ведущим Брэттом Байером по вопросам иммиграции и смены политических позиций, а также заявила, что в случае победы ее мандат не станет продолжением президентства Джо Байдена. Интервью Харрис стало ее первым выходом на популярный среди консервативных зрителей телеканал, поскольку она стремится расширить свой охват избирателей и не скрывает этого. Ее почти 30-минутная беседа с Байером неоднократно обострялась, собеседники перебивали друг друга, и Харрис требовала дать ей возможность закончить фразу, как, например, в вопросе о законопроекте помощи Украине. И Дональд Трамп, дайте мне закончить. Шесть демократов проголосовали против. Трамп приказал им его похоронить, потому что ему было выгоднее решать проблему на словах, а не на деле. Брэд Байер привел результаты опросов, которые показывают, что большинство американцев считают, что страна находится на неправильном пути. И спросил Харрис, почему они так говорят. Вице-президент предположила, что опросы свидетельствуют об усталости от Байдена и Трампа, учитывая, что последний баллотируется на должность с 2016 года. «Люди устали от человека, который провозглашает себя лидером, а сам проводит все время, унижая и занимаясь личными обидами», сказала Харрис. Она стала первым за восемь лет кандидатом в президента демократов, который дал интервью консервативному телеканалу Fox News. The New York Times сравнивает появление демократа в эфире канала с попаданием в логово льва. «Штаб Харрис уже назвал интервью успешным, она смогла достучаться до аудитории, которая, вероятно, не была знакома с ее аргументами», отметил Брайан Феллон, пресс-секретарь компании «Демократов». По его словам, Харрис показала твердость характера, выступив против априори враждебно настроенного Байера. Во время встречи Дональда Трампа с избирателями в пригороде Филадельфии мероприятие дважды прерывали из-за того, что людям становилось плохо из-за духоты в зале. В конце концов, встречу оперативно свернули, и предвыборный митинг спонтанно превратился в танцевальную вечеринку. Кандидат в президента от республиканской партии сначала сделал паузу во время сессии вопросов и ответов, пока врач в комнате оказывал помощь первому человеку, которому стало плохо. Когда вторая чрезвычайная ситуация прервала обсуждение, Трамп перестал отвечать на вопросы. Он и губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм, который тоже присутствовал на этом мероприятии в Пенсильвании, заметили, что в зале было жарко, и Трамп спросил, что случилось с кондиционерами. «Они, вероятно, не могут себе этого позволить в этой экономической ситуации», – пошутил Ноэм. Во время первого перерыва Трамп попросил, чтобы поставили «Аве Мария», и ему нашли инструментальную версию. Во время второго перерыва он попросил поставить эту мелодию в исполнении «Луча на повороте», и требуемый трек быстро был найден. После того, как Ноэм объявил, что второму человеку стало лучше, Трамп говорил еще несколько минут, а затем предложил включить музыку. Трамп рекомендовал завершить вечер, наслаждаясь некоторыми музыкальными композициями, а не тем, чтобы слушать, как он отвечает на новые вопросы. Дальше, примерно 40 минут звучали музыкальные композиции, Трамп пританцовывал на сцене под сборный плейлист. Продолжаем выпуск. Тем временем США готовятся к празднованию Хэллоуина. В полицию пригорода Кливленда обратились с необычной жалобой. Тыква огромных размеров перегородила местным жителям проезжую часть. На место ЧП прибыл офицер, который попытался сдвинуть тыкву с дороги, однако почти сразу же она упала на него. Позже другой полицейский пришел на помощь, и в результате никто не пострадал, тыкву уже вернули владельцам. В Портленде семья из трех носорогов с удовольствием поиграла в тыквенный бейсбол, раздавливая и поедая тыквы в зоопарке Орегона, отмечая таким образом начало сезона Хэллоуина. Видео показано, как носороги с энтузиазмом разбивают тыквы, а их детеныш весело бегает вокруг и наслаждается кусочками тыквы. 51-й ежегодный конкурс на взвешивание гигантских тыкв в Халфмундбэй завершился напряженной борьбой. Тыква весом 2471 фунт, выращенная Трэвисом Джингером из Аноки, штат Миннесота, одержала победу с перевесом всего в 6 фунтов. Это четвертая победа Джингера на этом конкурсе, принесшая ему приз в размере 22239 долларов при стоимости 9 долларов за фунт. Ее окружность составляет более 20 футов. Если задуматься, это довольно большая тыква, примерно 7 на 6,5 футов. Конкурс привлек участников и зрителей со всей страны, демонстрируя вершину искусства выращивания тыкв. Сейчас короткая реклама на RTN, после которой вернемся и продолжим.